МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О том, что интересного в городе и области произошло во вторник, 19 июля, вы узнаете в ближайшие минуты. В эфире первого городского службы новостей «Город». Меня зовут Николай Храмов. Здравствуйте. И к главной теме. Утонул в болоте. В поселке Красноторовка Зеленоградского района нашли тело 15-летнего подростка Сережи Обухова. Последними в живых его видели родственники, у которых он был в гостях. От них же мальчик и отправился домой. Как выяснилось потом, до дома он не дошел буквально 200 метров. Забеспокоившиеся родные, потеряв Сережу, сразу обратились в полицию и ребенка объявили в розыск. Однако результаты поиска шокировали всех без исключения. О том, как при свете дня прямо в центре поселка произошла трагедия, все подробности в сюжете Нины Чешковой. Спонсор темы дня – правовая поддержка Татьяны Зубатовой. Все виды юридических услуг. Слышь, ну смотрю в окно, смотрю, милицейская машина стоит. Даже не подозревала ни о чем. Потом мама пришла и сказала, что вот пропал Сережа. С такой пугающей новости началось утро жителей Красноторовки. Казалось бы, совсем взрослый парень, 15 лет. Чего переживать? В таком возрасте мальчишки, да еще и летом, все время проводят на улице вместе с приятелями. Но в том-то и дело, что близких друзей у Сережи не было. Плюс ко всему, мальчик страдал эпилепсией и нуждался в постоянном приеме таблеток. Поэтому искать подростка отправились буквально всем селом. Не знали уже, что думать. Уже искали по ближайшим оконавкам. Потому что все видели в одно время определенное. Буквально 200 метров до дома ребенок пропал. Односельчане видели юношу в последний раз совсем недалеко от дома. Он возвращался от родственников. В гостях у него случился очередной приступ. Но почему Сережа не дошел до дома всего 200 метров? И куда отправился дальше, никто сказать не мог. Забившие тревогу родные обратились к полицейским. А те к волонтерам. Добровольцы незамедлительно приступили к поиску. Даже фотографии сначала не было. Пропал подросток, 15 лет. Может нуждаться в медицинской помощи. Потому что принимает литерство. В принципе, это была вся информация и то, что нужна помощь. Сразу же мы разместили в нашей группе в социальных сетях объявление о том, что нужны люди. О том, что срочно организуется сбор поисковой группы. Леса, поля, озера. Волонтеры прочесывали местность в округе в течение 8 часов. И все надеялись на лучшее. И вообще любой поиск, независимо от того, ребенок это или нет, все равно надеешься на лучшее всегда. Ну, никогда не знаешь, как оно будет. 50 на 50 и никто не скажет никогда, каков будет исход поиска. Исход поиска оказался шокирующим. Как оказалось, подросток не уходил за пределы села. И все это время находился рядом со своим домом, в болоте за автобусной остановкой. И еще утром в 12 где-то часов собаки тянули полицейских к озеру. Полицейские не послушали как бы собак и пошли сюда, к клубу. Это то самое болото, в котором нашли тело мальчика. Судя по примятой траве, жители поселка наведываются сюда регулярно. К слову, сложно представить, как здесь можно утонуть, ведь воды в болоте по щиколотку. А вот о вчерашней трагедии напоминают только цветы, которые, по всей видимости, принесли на место гибели подростка. То, как мальчик оказался в Канаве, для жителей Красноторовки остается загадкой. Эпилепсия у него просто возле магазина была. И я даже не представляю, как если у него возле магазина эпилепсия, и как он дошел до озера. По мнению жительницы Красноторовки Людмилы Осошник, мальчик не смог выбраться из болота из-за грязи. Ведь на самом деле, рассказывает женщина, это канализация, которую не чистили с 93-го года. Это еще немецкая, где собирается канализация, вода дождевая, вот это все. У нас таких озер полно. Вся Красноторовка, потому что как таковой канализации централизованной, цивильной у нас нет. У нас вся канализация вот такая открытая. Это оно может не глубокое, но там грязи полно. Раньше-то его чистили все время. Просто у него, наверное, он булькнул, а сил не хватило. А вот следственные органы уже выстроили свою версию трагедии. Вечером 17 июля несовершеннолетний находился в поселке Красноторовка, Зеленоградского района, в гостях у своего родственника. В этот момент у подростка произошел судорожный приступ, сопровождающий имевшиеся у него заболевания. Это хроническое неврологическое заболевание. Предположительно, самостоятельно оказав ему помощь, родственник отправил его домой. Однако по пути следования, не дойдя до своего дома не более 200 метров, подросток, как полагает следствие, потерял сознание, упав на участки местности с заполненным водой углублением в земле. Сам тело несовершеннолетнего и было обнаружено. Практика инспекторов по делам несовершеннолетних показывает, что зачастую несчастные случаи происходят во время летних каникул по недосмотру родителей, особенно в неблагополучных семьях. Однако, по словам местных жителей, родители о Сереже заботились и очень любили мальчика. И трагедия всего лишь стечения обстоятельств. Психологи считают, доверительные отношения пусть и ненамного уменьшают всевозможные риски. И обезопасить себя очень сложно. Мы не знаем, что может произойти с ребенком. Может произойти элементарно случай на дороге, на пляже, элементарно может упасть в дерево, все что угодно. Конечно, когда родители в очень тесной связи с детьми, таким родителям проще, потому что они в курсе, куда идут дети, что они собираются делать. Даже не названием каждые пять минут, они в принципе понимают своего ребенка, чувствуют своего ребенка. Статистика неумолима. Чаще трагедии случаются, когда подросток остается наедине с собой. И в самые неожиданные для взрослых моменты. Поэтому нельзя терять бдительность, говорят специалисты. Особенно во время летних каникул, самого веселого и беззаботного времени для ребенка. Ведь потенциальные риски увеличиваются в разы. Нина Чешкова, Екатерина Калиниченко, служба новостей город. Спонсор темы дня – правовая поддержка Татьяны Зубатовой. Все виды юридических услуг. По всему городу, но сегодня он буквально просочился во все районы. Жители бьют тревогу, а коммунальщики отмалчиваются. О своей непричастности уже заявили в «Водоканале». Там рассказали, что все системы работают в штатном режиме. Правда, калининградцам от этого не легче. Жалобы появляются на форумах каждые несколько минут. Перед гостями города стыдно. Воняет везде с вечера воскресенья во всех районах города. Наверное, в зависимости от направления ветра. Такой воздух испортили, гады. Воняло и на московском, и на Тельмана. Сколько ж можно народ травить. То пожаром воняет, то отходами. Такая же вонь на перекрестке Гвардейского проспекта у церкви рядом с памятником 1200. В Роспотребнадзоре и единой диспетчерской службе говорят, что сообщения о прорыве трубы не поступали. Александр Ярошук заявил, что мэрия следит за ситуацией. Но откуда взялся неприятный запах в администрации, ответить не смогли. И добавили, что причины еще выясняются. Напомним, аналогичная ситуация уже была в 2014 и 2012 годах. Тогда причиной неприятного запаха стали цистерны с газом, которые неправильно хранились в морском порту. Тем временем на стадионе Чемпионата мира по футболу готовятся к устройству кровли. Уже смонтирована первая опорная часть для несущих элементов крыши. Что еще ремонтируют в городе, а также другие новости. Далее короткой строкой. Партнер рубрики «Короткой строкой» группа компании «Ваш ломбард». Компания «Подрядчик» не имеет нужной техники и опыта для ремонта парковки рядом с Домом Творчества на Сергеево. Об этом заявил Александр Гирошук во время выездного совещания. Градоначальник также напомнил, что стоимость контракта 6 миллионов. А работы должны быть закончены к 22 августа. За счет разметки планируется увеличить площадь на 30%. С 1 по 31 августа перекроют участок улицы Орудиный от дома номер 6 до улицы Гагарина. На этом участке ведут односторонние движения по переулке Поливонки от дома номер 25 до улицы Орудиный. Движение будет закрыто на время ремонта моста. Автобус номер 19 пойдет по улицам Гагарина, Молодой Гвардии и до конечной остановки в обратном направлении по тому же маршруту. Калининградская область получит 156 миллионов на переселение жителей аварийных домов. Эти деньги помогут досрочно завершить областную программу по переселению. С 2008 года новое жилье уже получили более 4000 граждан, а 800 домов были отремонтированы. Калининградцы за 6 месяцев сдали 4500 литров крови. За первое полугодие донорами стали более 4000 человек. 6 августа всех желающих приглашают принять участие в донорской субботе. Акция пройдет на площади Победы. Клуб «Золотой осьминог» объявляет набор детей в летний интеллектуальный лагерь. Смена уже открыта и продлится до 7 августа. Занятия проходят с 9 утра и до 4 часов дня. В программе экскурсии, интеллектуальные игры, что, где, когда, брейн-ринги, своя игра, тройки. Количество участников ограничено, так что торопитесь. Подробности по телефону 21-46-56. Партнер рубрики «Короткой строкой» группа компании «Ваш ломбард». Увидеть лучшие номера и спасти любимого конкурсанта. К эфиру готовится новый выпуск шоу «Звезда караоке». Теперь в бой за звание победителя вступает вторая пятерка. А тем временем имя первого финалиста известно, и не только его. В новом сезоне шоу «Звезда караоке» правила презерпели некоторые изменения. Теперь исполнители узнают оценки жюри не сразу после выступления, а в конце конкурсного дня, как на Евровидении. Кроме того, у наших телезрителей тоже появилась возможность почувствовать себя судьями. Так, на прошлой неделе именно они и спасли одну участницу и подарили ей путевку в галоконцерт. На этот раз путевку у нас получила Кондратиня Алена. И уже завтра у всей нашей второй пятерки также есть шанс у кого-то одного попасть как раз в наш запланированный галоконцерт. Поэтому обращаемся ко всем телезрителям. Голосуйте за своих любимчиков в нашей официальной группе ВКонтакте. У вас есть на это всего три дня. Старт для голосования будет дан уже завтра. Голосуйте. Голосование стартует вечером в среду, а завершится ночью в субботу. Сейчас конкурс в самом разгаре. К слову, в этом сезоне все выступления носят тематический характер. Новый выпуск третьего сезона «Звезды караоке» под хиты дискотеки 90-х в эфире Первого городского уже завтра в 21.00. Не пропусти очередную серию и шанс спасти любимого участника. Вы смотрите службу новостей «Город», и мы продолжаем. Вор-коллекционер или преступная тяга к искусству. В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в краже скульптуры. По предварительным данным, мужчина похитил мраморную статую мальчика на дачном участке в поселке Пригольский. В чужой сад он попал через дыру в заборе. Украденную скульптуру мужчина продал. Сейчас оперативники уголовного розыска выясняют личность перекупщика. Сумма ущерба 200 тысяч рублей. В отношении вора возбуждено уголовное дело. Наш эфир продолжит криминальные новости. Партнер рубрики «Место происшествия», «Дорожно-транспортная помощь», «Служба 050». Пошли, 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 пошли. Так, полицейские задерживают 25-летнего калининградца. В городской бане на улице Портовой он торговал интимными услугами. Сутенер привез девушку для своего клиента. Молодого человека задержали, можно сказать, с поличным. Вот конкретно денежные купюры, которые были вручены для осуществления проверочной закупки. 2500 рублей, которые гражданин взял за предоставление проститутки. Как выяснилось, калининградец организовал целую фирму нелегального отдыха в компании «Жрец любви». Объявление он размещал в газетах и в интернете, а при себе у него нашли целую пачку визиток с рекламой интимных услуг. Теперь задержанному грозит до пяти лет тюрьмы. На перекрестке улиц Фрунзе и 9 апреля «Фольксваген» сбил пешехода. При этом пострадавший сам бросился под колеса авто, а затем с друзьями стал предъявлять претензии водителю. Участники ДДП ушли с дороги и продолжили выяснять отношения дальше. По словам экспертов, не исключено мошенничество со стороны пешехода. ГИБДД проводит проверку. В Нестерове на границе с Литвой таможенники нашли оружие у пассажира поезда «Калининград-Адлер». В дорожной сумке обнаружили металлические предметы. Как выяснилось, это были немецкие штык-нож и ствол от карабина «Маузер». Начало 20 века. Оружие изъяли. В отношении пассажира возбуждено административное дело. В Калининграде задержан грабитель. 30-летний житель Краснознаменского района напал на мужчину на Московском проспекте. Потерпевший ждал такси возле магазина. Сам злоумышленник избил его и забрал мобильный телефон и деньги. Преступника удалось задержать по горячим следам. Сумма ущерба – 6 тысяч рублей. Ранее задержанного уже несколько раз привлекали к ответственности за кражи и грабежи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Алексей Колодки, служба новостей «Город». Партнер рубрики «Место происшествия», «Дорожно-транспортная помощь», «Служба 050». И к другим темам. Феерия света и танец огня. В сентябре в Калининградской области впервые пройдет чемпионат мира по фейерверкам. Фестиваль будет идти 4 дня и на это время побережье Зеленоградска в прямом смысле заиграет всеми красками. А сегодня организаторы опубликовали программу праздника. Уже известно, что конкурс откроют пиротехники из Италии и Мексики. А в последний день фестиваля выступят белорусы и поляки. Финальным аккордом станет гранд-фейерверк от России. Кроме чемпиона, на соревнованиях определится и победитель в номинации «Приз зрительских симпатий». Самые лучшие команды мира. То есть в каждой стране они вот эти компании, фавориты в своей стране, которые стреляли и на открытие, закрытие Олимпийских игр. Сегодня подготовка к фестивалю близится к концу. Специально для чемпионата реконструировали и удлинили почти 2,5 километра променада в Зеленоградске. Именно он станет главной смотровой площадкой для зрителей. Для посетителей обустроят тысячу парковочных мест, а также музыкальную площадку и фудкорты. На фестивале ждут более 100 тысяч гостей из разных стран. Куй железа пока горячо. Накануне на Балтийское побережье съехались кузнецы со всей страны. В Пионерском прошел фестиваль «Янтарный горн-2016». Мастера поделились с гостями секретами кузнечного ремесла и на деле показали, как работать с раскаленным металлом и превращать его в настоящие произведения искусства. Укротить непослушный материал попыталась и моя коллега Виктория Лобкова. Еще с древнейших времен появилась традиция соединять два любящих сердца при помощи обряда кузнечного венчания. Этот обычай не вызывает сомнений прохожих, так как для людей, почитавших природные стихи, кузня, место, где соединяются силы земли, огня, воздуха и воды, наделено особым смыслом и силой. В мелких деревнях, где даже церкви не было, и у людей не было возможности обвенчаться традиционной, в те времена традиционным способом, шли к авторитетному человеку. А кто в маленькой деревне, кто самый авторитетный человек? Ну, кузнец, понятно, да? Суть обряда – соединение любящих сердец с силами четырех стихий и как печать металл, прошедший через них. Евгений по образованию математик, делом кузнечным, увлекся 10 лет назад. Мастер понимает, что кузне – место особое, где он пытается как бы приручить металл. Кузня – место специфическое. Опять же, вот эти вот стихи, вот эти вот легенды, которые вокруг всего этого возникли, они возникли не на ровном месте. И какие-то неведомые силы, они влияют, естественно, на работу кузнеца. Кузнечное дело – это и профессия, и искусство. Главный материал – металл. Кузнечное ремесло включает свободную ковку, кузнечную сварку, литье, термическую обработку. Работать с кузнецом может человек физически сильный. У него должно быть хорошее зрение, хорошая память. Кузнец, он не должен бояться высоких температур. И, как говорят сами кузнецы, для хорошей работы нужно уметь чувствовать материал. Кузнец говорит, я кузнец. Он никогда не скажет, я работаю кузнецом. Это не профессия, это стиль жизни, это дух, это искра, которая внутри горит. И ничего с ней не поделать уже. Все, пришел к кузнецу, если понравилось, можно писать пропало на все остальные профессии. И финально посмотреть на рисунок, я думаю, не меньше тридцингов. Алексей всегда был человеком творческим. В своей жизни он пробовал писать стихи и книги, занимался живописью и лепкой. По его словам, кузнечное дело можно сравнить с приготовлением пищи. Не дожарил – плохо, пережарил – плохо. Ко всему нужно подходить с умом и искать свою золотую середину. Человек, который пытается работать в кузнице и что-то приручить, уйдет с выжженным глазом, допустим, или с какими-нибудь страшными ожогами. Здесь, наоборот, нужно подчиниться стихии, научиться говорить с ней и впустить ее в свою жизнь, подружиться с ней. Но ни в коем случае не пытаться приручить. Наковальня – мать кузнеца и кормилица, дошедшая до нас в практически неизменном виде. Горн – алтарь кузнеца. Используется множество ручного инструмента, такого как щипцы, клещи, кувалды, боевые молоты. Но основным инструментом является ручник. Молот-ручник весит примерно килограмм. Масса меняется в зависимости от поставленной задачи. Рукоятка меняется от 350 до 600 миллиметров. Она должна быть гладкой и не иметь трещин. Удобно лежать в руке. Гости фестиваля окунулись в тайный мир кузнечного дела. И, по их мнению, все получилось. Ведь на праздники можно было попробовать кузнечную братчину и себя в роли мастера. Виктория Лобкова, Екатерина Калиниченко, служба новостей «Город». Калининградскую ленту новостей взорвал гигантский сом, прогнавший водолазов от опор моста. Пока запостить речного монстра никому не удалось. Первый городской канал объявляет конкурс «Кто вы, мистер сом?». Рисуйте свои истории, придумывайте имя для хищника, а работы выкладывайте в группе Первого городского канала ВКонтакте с хэштегом «Кто вы, мистер сом?». Автору лучшего рисунка достанется слава и билет в кино. Итоги подведем уже в эту пятницу. А пока вы рисуете, посмотрим, чем живут социальные сети. Похоже, сборная Исландии надолго приковала интерес публики к своей стране. Цены на рейс в Викявик не гуглил только президент этой страны. А вот в калининградских кофейнях варят кофе в гейзере. Делаем ху и отправляемся за удивительным напитком. Кто и за что расстрелял дом советов? В сети появился постапокалиптический пейзаж с домом советов и зияющей дырой от пушечного ядра. Только Мюнхгаузена сверху не хватает, шутят пользователи. А вот автолюбитель на улице Красной перестраховался. Ну, учения, ну, НАТО, ну, Прибалтики. Ну, чего уж тут паниковать-то, спрашивают пользователи. Ну, и что, теперь в магазин не идти. Тачка ничто, жажда все. Такими комментариями пользователи поддержали хозяина разбитого авто. К слову, ролик может стать лучшей рекламой КАСКО. Ну, а если вы хотите, чтобы ваши фото и видео попали в наши отчеты, то присылайте их к нам в группу в Контакте с хэштегом «Первый городской канал». Ну, а также участвуйте в наших конкурсах и розыгрыше. Самые приятные события из жизни калининградцев в нашем традиционном опросе. Партнер рубрики «Хорошие новости» компания «Кёнигдорс». Ну, вот моя одна хорошая новость – Василиса. Жду рейтингов БФУ на поступление. Я купила комнату в общежитии в этом году. Гуляю с ребенком, жду жену, пока заполняю документы МФЦ. И на Балтийском море вчера были, ножки помочили. И вообще вот шоппингом занимаемся. Надежда на поступление в МВД. Сейчас собираюсь поступать, последний экзамен сдал. У меня все замечательно. Отпуск, лето. Партнер рубрики «Хорошие новости» компания «Кёнигдорс». Ну, а о том, как изменятся курсы доллара и евро, узнаем далее. Партнер рубрики «Курсы валют» магазин финской одежды «Лухта» и «Сампа». Курсы валют на 20 июля. Доллар США 62 рубля 99 копеек. Евро 69 рублей 70 копеек. Польский злотый 15 рублей 91 копейка. Партнер рубрики «Курсы валют» магазин финской одежды «Лухта» и «Сампа». Раскрываем зонтики или собираемся на пляж? Наш выпуск завершает прогноз погоды и его ведущая Юлия Слынько. Спонсор прогноза погоды – компания «Оконный континент». Здравствуйте! Погода понемногу начинает налаживаться и радовать жителей города. По-настоящему летней ее пока называть сложно, но вот к концу недели синоптики обещают хорошую погоду. Поэтому пора готовиться к поездкам на море. А о том, какая погода ждет нас завтра, расскажем далее. В среду 20 июля днем в Калининграде малооблачно, плюс 20 градусов. Вечером ясно, плюс 18. Осадков не обещают. Спонсор прогноза погоды – компания «Оконный континент». Если вы стали свидетелем интересного события и даже успели снять его на камеру своего мобильного устройства, звоните нам в редакцию по телефону 555-085. Ну а это были все новости, с которыми мы успели вас познакомить к этому часу. Как будут развиваться события дальше, вновь покажет служба новостей «Город». Меня зовут Николай Храмов. Всего вам доброго и до встречи в городе.